Всех рад приветствовать на своем канале. Давненько меня не было видно. Сами понимаете, лето, работа, забота и отдых. И сегодня я решил записать свою очередную тренировочку, подготовку к первому этапу. Начнем мы с динамометра GM 150 с фиксацией. Сейчас ребята пробуют свои силы установить свои личные рекорды, а затем попробую я. Максим, сколько у тебя весовая категория? Чтобы ребята понимали. 85 килограмм категория. Сколько ждут армрестлеры весовой категории 85 килограмм. 95. А какой у тебя лучший был результат? 94. То есть ориентировочно под соточку должен сжать атлет весом 85 килограмм для нормального результата, да? Сейчас левый попробую. Давай левый попробуем. 89,8. Так же, да, получается? Да. Обе руки у спортсмена работают практически одинаково. Это уже хорошо. Сейчас передохну, сейчас сделаю. 134,9. Попробуем левой рукой. Пока только так. 126,9. Отдохнем, попробуем еще. Теперь попробует Батрас, наш осетинский друг. Лук. Сколько весишь, Батрас? 105. Посмотрим, на что он способен. И вот, 77,9. Сами видите, что спортсмен, который весит 85 килограмм, сжимает больше спортсмена, который весит 105 килограмм. Не в этом дело. Максим решил смазать руки магнезией для лучшего сцепления. Так, а у тебя же пошире достает. Да, под себя подрегулируй, как вам тебе удобно будет. Ну что, у Макса вторая попытка. 93,8. Уже где-то так, да. Рядом со своим лучшим результатом. Давай, дева, рука. Со многих задают вопрос, сколько должен сжать мужик, какой нормальный результат. Ну, для всех по-разному. О, что-то это меньше. Это меньше сейчас. Теперь я попробую воспользоваться магнезией. Смажем динамом. Так, и так. У нас нули. Уже получше 141,9. 132,2. Сейчас попробуем еще. Ну что, давнёт ли сегодня Макс больше 94? Или нет? Сами видите, с каждым подходом. Но это продолжается до трех подходов, когда результат увеличивается. Затем он начинает падать. Руки устают. Не, уже все. Третий подход уже не тот. Смаячка под себя подрегулирую. Найдись побольше. Один. Скоро. 142. Чуть поменьше. 138,7. Налево получше. 143 Еще маленько отдохну и попробую Сейчас попробую сжать по системе рекордсмена Дианометров Сергея Лихутила Он его сжимает после того, как он приседает Пошел, сходил, я присел Теперь попробую У нас нули Опачки! И вот он новый результат 149,6 Такова даже я не жена Работает техника? Техника работает! Серега, спасибо! По моей схеме поприседал батрас Уже сходил и заинтересовался До этого у него было 83 Посмотрим сейчас Получится ли у него Улучшить свой личный результат Нифига себе! 96, система работает Система работает Так, я и попробую Второй подход После приседания Заинтересовала бы эта тема на самом деле А уже все! Я не огорчаюсь Потому что я поставил свой новый рекорд сегодня И дальше будет только больше Ну вот и пришел Главный тренер Красноярской сборной Сейчас я его хочу загнать На GM150 Сколько он сожмет И сколько он сожмет После приседания Лишний рекорд какой? 100 Один, по-моему, килограмм 101, да 101 килограмм на правой руке Да, был Давай, пробуй Без приседаний Без разминки Только пришел На холодное Можно две попытки будет Давай Левая 93,4 Была правая Левая 95,2 Даже больше Хотя в прошлый раз Было все наоборот Да Давай сразу вторую путь Сейчас чуть попрыгаю Нет, сейчас Сейчас 94,3 Запомнили Давай левой еще Тренер пришел сегодня с хорошим настроением Видишь, опять второй меньше поприседал Все, давай иди приседай Наш тренер поприседал И теперь посмотрим, что он сможет сделать Есть правило Получится не повысить И нам надо отработать Так нет 94 было напомнено правого кемни Да, чтобы вопрос Да, да, все 100,7 На 6 килограмм На 7 улучшил свой результат Он сейчас отдохнет И после поприседаний Попробую еще второй подход И будет результат Левая рука 94 Как и было В общем, сейчас речь зашла За подтягивания И Никита Кондрашов вам сейчас расскажет Про нашего красноярского рекордсмена Который установил мировой рекорд По подтягиваниям Никит, ну рассказывай Про кого ты хочешь рассказать? Ну у нас есть такой Николай Климов Человек, который В недалеком прошлом Потянулся 4098 раз То есть это он поставил рекорд России По времени По времени Он это сделал за 6 часов То есть там есть Определенная техника И в течение 6 часов Он потянулся 4098 раз Все это снято на камеру Есть официальные Это в книге рекордов гиннеса Он сейчас, кстати, на самом деле Фигурирует Мужику давно за 50 Он такой жилистый И в Красноярске Частенько его можно встретить На турничках Где-нибудь в центре города Либо на острове Таташево Вообще Подтягивание в нашем городе Очень хорошо развито То есть как бы он не один такой Просто человек У него есть сопутствующие друзья Которые ему помогают Вот Видеосъемка можете посмотреть В ютубе Он есть И он официально зарегистрирован Ну что, сегодня я хочу сделать акцент На специализацию без ОФП И сегодня мы попронируем Позакатываем Поделаем отведение И если ребята позволят Постоим всеми за столом И потренируют они меня В последнее время я делаю бронатор Я на блоке За столом Имитируя Борьбу Которая происходит Именно В таких углах Как мы говоримся Я думаю Это лучшее Что есть Итак, данный вес Сейчас у нас На блоке Это максимальный вес Того блока 47 кг Будем так же выполнять Франатор Да и еще Баля Пойдет нормально, сейчас вам покажу, сколько ручку выполняют. Это такая интересная ручка. Выполнена она из сантехнической трубы, произведены отверстия и вставлены вот такие лямки. Да, вот вам все интересно. Инстаграм того человека, которого я испытывал, у него уже таких нет. Можете сами в принципе попробовать. Очень хорошая, интересная проработка идет. Большой акцент на кисть, именно на стартовое движение, когда вы стоите при захвате перед тем, как вам дают команду. Именно вот это положение хорошо прорабатывается. Также прорабатывается хорошо ваше боковое давление. На заминочку у нас отведение, делаю его в конце тренировки, но еще обещал Никита постоять немного со мной за столом. Так что после этого упражнения я сразу убегаю со столом. Тренировки выполняю я с ровной кистью, не так, не так, четко ровная кисть, как на захвате. Пускай я поднимаю. А тебе проломите пару раз, тебе желание. Так же и левой рукой. Опустил, поднял. Давай еще, еще, давай. Как в прошлый раз. Поехали. Сегодня поработаем, значит, с помощью веревочки, так как Никиты маленько сил не хватает, ну и мне будет на пользу. Погнали, пять раз. Давай. С нашим родом потяжелее. Раз. Пальцы. Еще. Пальцы. Еще разок. Мне так же пальцы, ты так же. Пойди. Хорошо. Это упражнение у нас будет на заминочку окончательное после всех упражнений, потому что после этого упражнения уже не остается сил. Поехали так же, с каждым разом потяжелее. Поехали. Хорошо. Почувствуешь силу пальца есть, нет пальца. Сейчас я пальцы тебя потащу. Поехали. Три. Еще два. Давай пожестче. Давай. Поехали. Три. Четыре. И последний. Очень хорошее упражнение. Ну и конечно же пресс. И на этом мы заканчиваем наш сюжет. Спасибо вам большое за внимание. Поехали.